Добрый день, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Печём пышный сдобный пирог с яблоками. Тесто базовое. Выпекать такой пирог можно с любыми ягодами или фруктами. Пирог делается несложно, при этом получается очень красивый, нарядный, пышный, долго не черствеет. Тесто буквально пуховое. В описании под видео указано количество ингредиентов. Друзья, приглашаю вас подписаться на мой канал. У меня вы найдёте много вкусных и простых рецептов на каждый день и для праздника. В миску наливаю тёплое молоко, добавляю сахар, сухие активные дрожжи, перемешиваю и оставляю на 10 минут. Затем вливаю растопленное охлаждённое сливочное масло. Из двух яиц убираю один желток для смазывания пирога. Всё остальное вливаю в миску. Добавляю соль, ванильный сахар и перемешиваю. Теперь частями просеиваю муку и замешиваю тесто. Вначале венчиком, когда тесто жидкое, а затем уже вмешиваю руками около 7 минут. Муку всегда просеиваю частями, потому что уходит обычно разное количество в зависимости от качества муки. Самое главное всё-таки муки не пересыпать, чтобы тесто не было забитым, а оставалось нежным, мягким, пушистым. При этом оно должно хорошо отлипать от стенок миски. И такое оно, видите, воздушное, мягенькое. Я его округляю, кладу в миску, накрываю пищевой плёнкой и оставляю на 1 час или до полного подъёма. Два больших красивых красных яблока я очистила от семечек и нарезаю такими тонкими полукольцами. Выкладываю в миску и поливаю лимонным соком. Аккуратно перемешиваю, чтобы не повредить дольки. Выпекать буду в разъёмной форме, диаметр 24 см. Дно застилаю пергаментом, бока смазываю растительным маслом. Тесто у меня уже очень хорошо подошло. Я его выкладываю на рабочую поверхность, слегка присыпаю мукой. И раскатываю в круг. Диаметр его должен быть больше, чем диаметр формы. Чтобы делать бортики. Переношу тесто в форму и формирую вот такую основу. Плотно утрамбовываю дно и бортики. И затем по кругу веером раскладываю яблоки. В серединку тоже кладу небольшие кусочки яблок. Сверху посыпаю сахаром по вкусу. И теперь по бортику буду формировать красивую косичку. Я взяла, к сожалению, не совсем удобный ракурс. Я приношу свои извинения. Но суть в том, что бортик нужно нарезать на полосочки. Шириной приблизительно 1 см. И одну полосочку мы заворачиваем за первую. Опускаем вниз. При этом ножом я заправляю вовнутрь пирога. А затем все полосочки остальные тоже опускаю вниз и поправляю ножом. Сделать это не сложно. Просто присмотрите. В следующий раз, конечно, я буду внимательнее, как снимать. Но вот таким вот образом формируется вот такая интересная косичка. Пирог я накрываю пищевой пленкой. Оставляю на 20 минут для расстойки. Желток, тот, который мы отложили в начале видео, я смешиваю с чайной ложкой молока. И потом, когда уже пирог подошел, этой смесью я смазываю ту самую косичку. При этом духовка должна быть разогрета уже на 180 градусов. Ставим пирог в горячую духовку на 30 минут. Готовый пирог достаю из духовки. Даю ему немножко остыть. Затем прохожу по краю, отделяя его от формы, чтобы он не порвался. И снимаю форму. Вот такой красавчик получается. Выглядит он, правда, симпатично. Получается он высокий, пышный. Если вы хотите, чтобы тесто было поменьше, он был более тонкий, то выпекать нужно в форме с большим диаметром. Как минимум, например, 26 сантиметров. Тесто получается очень нежное, пуховое, воздушное. Выпекайте его с вишней, с чем хотите. Пирог очень вкусный. Друзья, надеюсь, это видео вам понравилось или было полезным. Если так, поддержите, пожалуйста, лайком и подпиской. Нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Желаю всем добра!